Всех приветствую! Сегодня хочу замесить солёное тесто. Солёное тесто, ну как бы классическое солёное тесто в месяц, значит часть воды, часть соли и две части муки. Но я ко всему к этому добавляю ещё ложку клея, вот такой обычный сухой клей, виниловый или есть такой клей, как КМЦ, его разводишь, он быстренько набухает в воде и работаешь с ним, клеишь обои. Вот он дешёвый, поэтому по цене. Ну вот этот у меня уже открыт, я его и возьму. И ещё добавляю в тесто ложку алебастр. Алебастр это вот такая штука для затирки, например, вот стены где-то треснули, да, где-то затирать вот это вот всё. Это разводится водой и затирается. Застывает эта вещь очень быстро, если её разводить вот одну как бы, да, но в тесте она даёт вот прочность такую и высыхает оно получше, как бы держит форму. Вот, так значит, что часть воды, вот такую вот, например, такую вот кружечку я взяла, часть воды и что делаю? Вот этот клей, ложку насыпаю в эту воду и размешиваю. Набухает он быстро, буквально с минутку надо подождать и продолжим. Вот так вот клей набух, даже минуты не прошло, даже меньше, он очень быстро набухает. Вот, теперь добавляю соль, мелкая, очень мелкая, вот такая, пакет покажу, вот, экстра, мелкий помол. Так как мы добавляем вот сюда дополнительный, вот я добавила клей, да, и добавлю алебастр, муки можно брать чуть меньше или же потом, когда вот уже будем замешивать, будет оно чуть-чуть погуще, чем как бы вот, если бы мы это не добавляли, клей и алебастр. Поэтому можно воды немножко больше добавить, но это я уже лучше потом посмотрю по консистенции теста. Так, теперь высыпаем муку. Две части муки. Оставлю пока. Ложку алебастра добавляю. Алебастр, конечно, немножко меняет цвет теста, оно становится чуть-чуть таким сереньким, но мы же все это красим, все поделки, поэтому это не критично. Два части муки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы наши поделки не плыли, а держали хорошую форму... Нужно домесить... В общем, мука у меня уходит вся... Вот тесто я вымесила... Получилось оно просто отличное по консистенции... Просто классное... Его хранить обязательно надо в пакете... Иначе оно заветривает быстро, засыхает... Сверху корочка такая образуется... Вот... А теперь можно месить... Творить и вытворять... Что вашей душеньке угодно... Вот лепить его... Из него поделки... Уже можно прям вот сразу начинать... Не обязательно ему давать отдохнуть... Оно уже хорошее... И что еще хочу сказать... Когда оно долго лежит в холодильнике... Оно становится... Таким... Жидковатым... Каким-то тянучим... Если вот оно у вас все-таки не использовали в первый раз сразу... Полежало... Стало вот такое... Вот как резиновое... Подмесите муки... Или крахмал можно добавить... Вот... Так... И все... Вот уже из этого теста... Можно... Кого-то слепить... Кого-то можно уже слепить... Кого-то можно уже слепить... Мне все покоя не дают... Маленькие поросюшки... Год свиньи приближается... Вот... Надо налепить... Таких... Пятачков маленьких... С детьми можно слепить... Этих героев из мультиков... Например... Ту же свинку Пепу... Или Нюшу... Да... Из смешариков... Вот... Они такое дело любят... Так... И так... Догонки... Негонки... масса очень хорошее получилось тесто вот хрюня маленькая вот 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 и вот эти ножки вот так делаем приклеивать все вот эти деталюшки мелкие можно на клей pva или водичкой чуть смочили и хвостик крючком вот такой хрюня получился потом это можно раскрасить ушки темно-розовым копыта темно-розовым а само тело можно просто нежно розовеньким покрасить и все это высохнет и будет такой маленький сувенирчик все если вам видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и будьте со мной с вами была наталья всего вам самого доброго всем пока вот вот такое панно у меняeenth хозяйственная такая кошечка вот такие магии корзина с ягодками рок-изобилие домовенок вот такая подковка и подсолнухи вот такие цветы можно панно сделать красивые нарциссы фиалки и вообще много-много чего другого на что у вас подсказывает фантазия